Здравствуйте! Тема сегодняшней лекции – теории психического развития. В рамках этой темы мы затронем вопрос о эпигенетической теории развития личности Эрика Эриксона. Эпигенетическая теория Эриксона представляет собой восьмиэтапную концепцию, которая описывает, как личность развивается и изменяется на протяжении всей жизни. Это совокупность взглядов, объясняющих природу формирования индивида с момента его зачатия вплоть до старости. Автор данной концепции – Эрик Эриксон. Эриксон является представителем неопсихоанализа в годы его жизни 1902-1994. Родился Эрик Эриксон 15 июня 1902 года в Германии во Франкфурте. Мать еврейка, отец оставил, когда его мать ждала ребенка, Эриксон никогда не знал своего отца. Проблема кризиса идентичности во многом связана с собственным жизненным опытом Эриксона. Информация о биологическом отце от него всегда скрывалась. В еврейской религиозной школе его отразнили за нордическую внешность, потому что Эриксон был высоким, голубоглазым блондином. В обычной школе его отразнили за еврейское вероисповедание. С годами его все сильнее мучило подозрение, что его отец не был еврейского происхождения. Эриксон был художественно одарен, много путешествовал по Европе. В Австрии он устроился в школу Анны Фрейд в качестве учителя искусств. Затем увлекся психоанализом. Его психоаналитиком была Анна Фрейд. И под ее влиянием он начал исследовать детей. В 1930 году Эриксон женился на канадской танцовщице и художнице Джоэн и в 1933 году эмигрировал из Вены в США. Теория Эрика Эриксона, так же как и теория Анны Фрейд, возникла из практики психоанализа. Как признавал сам Эриксон, в военной Америке, где он жил после эмиграции из Европы, требовали объяснения и коррекции такие явления, как тревожность у маленьких детей, апатия у индейцев, смятение у ветеранов войны, жестокость у нацистов. Во всех этих явлениях психоаналитический метод выявляет конфликт, а работы Зигмуда Фрейда сделали невротический конфликт наиболее изученным аспектом человеческого поведения. Эриксон считал, что перечисленные массовые явления – это лишь аналоги невроза. По его мнению, основы человеческого «я» коренятся в социальной организации общества. Эриксон создал психоаналитическую концепцию об отношениях «я» и общества. Вместе с тем, его концепция – это концепция детства. Именно человеку свойственно иметь длительное детство. Более того, развитие общества приводит к удлинению детства. Эриксон писал, что продолжительное детство делает человека из человека виртуоза в техническом и интеллектуальном смыслах, но оно также оставляет в нем на всю жизнь след эмоциональной незрелости. Эриксон трактует структуру личности так же, как и Сигмунд Фрейд. Если в какой-то момент нашей повседневной жизни, говорит Эриксон, остановимся и спросим себя, о чем мы только что мечтали, то нас ожидает ряд неожиданных открытий. Мы с удивлением замечаем, что наши мысли и чувства совершают постоянное колебание то в другую сторону от состояния относительно равновесия. Уклоняясь в одну сторону от этого состояния, наши мысли порождают ряд фантастических идей относительно того, что нам хотелось бы сделать. Уклоняясь в другую сторону, мы внезапно оказываемся под властью мысли о долгих обязанностях. Мы думаем уже о том, что мы должны сделать, а не о том, что нам хотелось бы. Третье положение, как бы мертвую точку между этими крайностями вспомнить труднее. Здесь, где мы менее всего осознаем себя, по мнению Эрика Эриксона, мы более всего и являемся собой. Таким образом, когда мы хотим, это оно, когда мы должны, это сверх-я, а мертвая точка – это я. Постоянно балансируя между крайностями этих двух инстанций, я использую защитные механизмы, которые позволяют человеку прийти к компромиссу между импульсивными желаниями и подавляющей силой совести. Работа Эриксона знаменует собой начало нового метода исследования психики – психоисторического метода, который представляет собой применение психоанализа к изучению развития личности с учетом того исторического времени, в котором она живет. С помощью данного метода Эриксон проанализировал биографии Адольфа Гитлера, Мартина Лютера, Махатмы Ганди, Бернарда Шоу, Томаса Джефферсона и других выдающихся людей – Максима Горького. Также проанализировал историю жизни современников, взрослых и детей. Психоисторический метод требует равного внимания как психологии индивида, так и характеру общества, в котором живет человек. Основная задача Эриксона состояла в разработке новой психоисторической теории о развитии личности с учетом конкретной культурной среды. Помимо исследований клинического характера, Эриксон проводил полевые этнографические исследования о воспитании детей в двух индейских племенах и сравнивал их с воспитанием детей в городских семьях США. В разных индейских резервациях Эриксон наблюдал два племени – Сию, бывших охотников на бизонов, и Юрок, рыбаков и собирателей желудей. В племени Сию детей не пеленают туго, долго кормят грудным молоком, не следят строго за опрятностью и вообще мало ограничиваются будут действиями. Дети ориентируются на исторически сложившийся идеал своего племени. Это сильно отважный охотник, они приобретают такие черты, как инициативность, решительность, смелость, щедрость в отношении к соплеменникам и жестокость в отношении к врагам. В племени Юрок, наоборот, дети рано отучают от груди, туго пеленают, рано приучают к опрятности, сдержаны в общении с ними, и не вырастают молчаливыми, подозрительными, скупыми, склонными к накопительству. Эрик Эриксон обнаружил, что в каждой культуре имеется свой особый стиль материнства, который каждая мать воспринимает как единственно правильный. Однако, как подчеркивал Эриксон, стиль материнства всегда определяется тем, что именно ожидает от ребенка в будущем, та социальная группа, к которой им принадлежит, его племя, класс или каста. По мнению Эриксона, каждая стадия развития отвечает своей, присущей данному обществу ожидания, которые индивид может оправдать или не оправдать, и тогда он либо включается в общество, либо отвергается им. Эти соображения Эрик Эриксона легли в основу двух наиболее важных понятий его концепции – групповой идентичности и эгоидентичности. Групповая идентичность формируется благодаря тому, что с первого дня жизни воспитание ребенка ориентировано на включение его в данную социальную группу, на выработку присущего данной группе мира ощущения. Эгоидентичность формируется параллельно с групповой и создает у субъекта чувство устойчивости и непрерывности своего «я», несмотря на те изменения, которые происходят с человеком в процессе его роста и развития. Формирование эгоидентичности, или другими словами, целостности личности продолжается на протяжении всей жизни человека, проходит ряд стадий, причем стадии Зигмунда Фрейда не отвергаются Эриксоном, а усложняются и как бы заново осмысливаются с позиции нового исторического времени. В своей первой крупной и самой знаменитой работе «Детство и общество» Эриксон писал, что изучение личностной индивидуальности становится такой же стратегической задачей второй половины XX века, какой было изучение сексуальности во времена Фрейда в конце XIX века. Эрик Эриксон писал, что различные исторические периоды дают нам возможность видеть во временных заострениях разные аспекты по сути своей неразделимых частей человеческой личности. Для каждой стадии жизненного цикла характерна специфическая задача, которой выдвигается общество. Общество определяет также содержание развития на разных этапах жизненного цикла. Однако решение задачи, согласно Эриксону, зависит как от уже достигнутого уровня психомоторного развития индивида, так и от общей духовной атмосферы общества, в котором этот индивид живет. По Эриксону задача младенческого возраста – это формирование базового доверия к миру, преодоление чувства разобщенности и отчуждения. Задача раннего возраста – это борьба против чувства стыда и сильного сомнения в своих действиях за собственную независимость и самостоятельность. Задача игрового возраста – это развитие активной инициативы, в то же время переживание чувства вины и моральной ответственности за свои желания. В период обучения в школе встает новая задача – это формирование трудолюбия, умение общаться с орудиями труда, чему противостоит осознание собственной неумелости и бесполезности. В подростковом и раннем юношеском возрасте появляется задача первого цельного осознания себя и своего места в мире. Отрицательный полюс в решении этой задачи – это неуверенность в понимании собственного «я», то есть диффузия идентичности. Задача конца юности и начала зрелости – это поиск спутника жизни и установление близких дружеских связей, преодолевающих чувства одиночества. Задача зрелого периода – это борьба творческих сил человека против косности и застоя. Период старости характеризуется становлением окончательного цельного представления о себе, своем жизненном пути, противовес возможному разочарованию жизни и нарастающему отчаянию. Решение каждой из этих задач по Эриксону сводится к установлению определенного динамического соотношения между крайними полюсами. Развитие личности – это результат борьбы этих крайних возможностей, которые не затухают при переходе на следующую стадию развития. Эта борьба на новой стадии развития подавляется решением новой, более актуальной задачи, но незавершенность дает о себе знать в периоды жизненных неудач. Достигаемое на каждой стадии равновесия знаменует собой приобретение новой формы эгоидентичности и открывает возможность включения субъекта в более широкое социальное окружение. Переход от одной формы эгоидентичности в другой вызывает кризисы идентичности. Кризисы по Эриксону – это не болезнь личности, не проявление невротического расстройства, а поворотные пункты, моменты выбора между прогрессом и регрессом, интеграцией и задержкой. Первую стадию развития личности Эриксон называет орально-сенсорной. Психоаналитическая практика убедила Эриксона в том, что освоение жизненного опыта осуществляется на основе первичных телесных впечатлений ребенка. Именно поэтому такое большое значение он придавал понятиям модус органа и модальность поведения. Понятие модус органа определяется Эриксоном вслед за Фрейдом как зона концентрации сексуальной энергии. Для Эриксона важен не сам орган, а направленность его функционирования. Для Эриксона имеет значение направленность функционирования этого органа. Зона и их модусы, подчеркивает Эриксон, находятся в центре внимания любой культурной системы воспитания детей, которая придает значение раннему телесному опыту ребенка. В отличие от Фрейда, для Эриксона модус органа лишь первичная точка, толчок для психического развития. Когда общество через различные свои институты придает особый смысл данному модусу, то происходит отчуждение его значения, отрыв от органа и превращение в модальность поведения. Таким образом, через модусы осуществляется связь между психосексуальным по Фрейду и психосоциальным по Эриксу развитием личности. Подобно Фрейду, вторую фазу младенческого возраста Эриксон связывает с прорезыванием зубов. С этого момента способность вбирать становится более активной и направленной. Она характеризуется модусом «вкусать». Отчуждаясь, модус проявляется во всех видах активности ребенка, вытесняя пассивное получение. Эриксон писал, «Глаза, первоначально готовые принимать впечатление в том виде, как это получается само собой, выучиваются фокусировать, изолировать, выхватывать объекты из более смутного фона, следить за ним. Сходным образом уши выучивается распознавать значимые звуки, локализовать их и управлять поисковым поворотом по направлению к ним точно так же, как руки выучиваются целенаправленно вытягиваться, а кисти крепко схватывать. В результате распространения модуса на все сенсорные зоны формируется социальная модальность поведения, взятия и удержания вещей. Она проявляется тогда, когда ребенок научается сидеть. Все эти достижения приводят к выделению ребенком себя, как отдельного индивидуя. Формирование этой первой формы эгоидентичности, как и всех последующих, сопровождается кризисом развития. Его показатели к концу первого года жизни – это общее напряжение из-за прорезывания зубов, возросшее осознание себя, как отдельного индивида, ослабление диады, мать и ребенок в результате возвращения матери к профессиональным занятиям и личным интересам. Этот кризис преодолевается легче, если к концу первого года жизни соотношение между базовым доверием ребенка к миру и базовым недоверием складывается в пользу первого. Признаки социального доверия у младенца проявляются в легком кормлении, в глубоком сне, нормальной работе кишечника. Однако психологическим симптомом доверия служит умение ребенка ждать, его умение выдержать осрочку в удовлетворении своего желания. Первым социальным достижением, согласно Эриксону, относится также готовность ребенка позволить матери исчезнуть из виду безрезмерной тревожности или гнева, так как ее существование стало внутренней уверенностью о новой появлении предсказуемой. Именно это постоянство, непрерывность и тождественность жизненного опыта формирует у маленького ребенка зачаточное чувство собственной идентичности. Каковы условия формирования доверия ребенка к миру? Динамика соотношения между доверием и недоверием к миру, или, если говорить словами Эриксона, количество веры и надежды, вынесенной из первого жизненного опыта, определяются не особенностями кормления, а качеством ухода за ребенком, наличием материнской любви, нежности, проявляющейся заботе о малышей. Важным условием при этом является уверенность матери в своих действиях. Мать создаст у своего ребенка чувство веры тем типом обращения с ним, который совмещает в себе чувствительную заботу о нуждах ребенка с твердым чувством полного личностного доверия к нему в рамках того жизненного стиля, который существует в ее культуре, подчеркивал Эриксон. Эриксон говорил о том, что человеческое существование зависит от трех процессов организации, которые должны дополнять друг друга. Первый – это биологический процесс и эритическая организация органических систем, составляющих тело. Второй – это психический процесс, организующий индивидуальный опыт посредством эгосинтеза, психики. И третий – это общественный процесс, культурная организация взаимосвязанных людей. Эриксон особенно подчеркивает, что для целостного понимания любого события человеческой жизни необходимы все эти три подхода. Во многих культурах ребенка принято отнимать от груди в определенное время. И в классическом психоанализе это событие рассматривается как одна из самых глубоких детских травм, последствия которой остаются на всю жизнь. Эриксон не столь драматично оценивает это событие. По его мнению, поддержание базового доверия возможно и при другой форме кормления. Если ребенка берут на руки, укачивают, улыбаются ему, разговаривают с ним, то у него формируются все социальные достижения этой стадии. При этом родители не должны руководить ребенком только лишь путем принуждения, запретов. Они должны уметь передать ребенку глубокие и почти органическое убеждения, что есть некое значение в том, что они сейчас с ним делают. Однако, даже в самых благоприятных случаях, неизбежны запреты и ограничения, вызывающие фрустрации. Они оставляют у ребенка чувство отверженности и создают основу для базового недоверия к миру. Вторая стадия развития личности по Эриксону – это мышечно-анальная, которая состоит в формировании и отстаивании ребенка в своей автономии и независимости. Начинается она с того момента, как ребенок начинает ходить. Анальная зона создает два противоположных модуса – модус удержания и модус расслабления. Общество, придавая особые значения при учении ребенка к опрятности, создает условия для доминирования этих модусов, их отрыва от своего органа и преобразования в такие модальности поведения, как сохранение и уничтожение. Борьба за сфинктерный контроль в результате придаваемого ему значения со стороны общества преобразуется в борьбу за овладение своими двигательными возможностями, за утверждение своего нового автономного «я». Возрастающее чувство самостоятельности не должно подрывать сложившееся базовое доверие к миру. Контроль со стороны родителей позволяет сохранить это чувство через ограничение растущих желаний ребенка, требовать, присваивать, разрушать, когда он как бы проверяет силу своих новых возможностей. Внешняя твердость должна предохранять ребенка от потенциальной анархии со стороны еще нетренированного чувства развлечения, его неспособности осторожно удерживать и отпускать, писал Эрик Эриксон. Эти ограничения, в свою очередь, создают основу для негативного чувства стыда и сомнений. Появление чувства стыда, по мнению Эриксона, связано с возникновением самосознания, ибо стыд означает, что субъект, полностью выставлен на общее обозрение, понимает свое положение. Тот, кто переживает стыд, хотел бы заставить весь мир не смотреть на него, не замечать его ноготы, писал Эриксон. Он хотел бы ослепить мир, или же, напротив, он сам желает стать невидимым. Наказание и пристыживание за плохие поступки приводит ребенка к ощущению того, что глаза мира смотрят на него. Ребенок хотел бы принудить весь мир не смотреть на него, но это невозможно. Поэтому социальное неодобрение его поступков формирует у ребенка внутренние глаза мира – стыд за свои ошибки. По словам Эрика Эриксона, сомнения есть брат стыда. Сомнения связаны с осознанием того, что собственное тело имеет переднюю и заднюю сторону – спину. Спина недоступна зрению самого ребенка и полностью подчинена воле других людей, которые могут ограничить его стремление к автономии. Они называют плохими те функции кишечника, которые самому ребенку доставляют удовольствие и облегчение. Отсюда все, что в последующей жизни человек оставляет позади, создат основания для сомнений и иррациональных страхов. Борьба чувства независимости против стыда и сомнения приводит к установлению соотношений между способностью сотрудничать с другими людьми и настаивать на своем – между свободой самовыражения и ее ограничением. В конце стадии складывается подвижное равновесие между этими противоположностями. Модусы вторжения и включения создают новые модальности поведения на третьей стадии развития личности – инфантильно-генитальной. Вторжение пространства посредством энергичных перемещений в другие тела посредством физического нападения в уши и души других людей посредством агрессивных звуков, неизвестное посредством снедающего любопытства – таков по описанию Эриксона дошколик на одном поле со своих поведенческих реакций. Тогда, как на другом, восприимчивость к окружению готов устанавливать нежные и заботливые отношения со сверстниками и маленькими детьми. У Фрейда эта стадия носит название фаллической или эдиповой. По мнению Эриксона, осознание своей половой принадлежности и стремление занять место отца или матери в отношениях с родителями противоположного пола – это лишь частный момент развития ребенка в этот период. Ребенок жадно и активно познает окружающий мир. В игре, создавая воображаемую моделирующую ситуацию, он совместно со сверстниками осваивает экономические эдоскульптуры, то есть систему отношений между людьми в процессе производства. В результате у ребенка формируется желание включиться в реальную и совместную со взрослыми деятельность, выйти из роли маленького. Но взрослые остаются для ребенка всемогущими, непостижимыми, они могут пристыдить и наказывать. В этом клубке противоречия должна сформироваться качество активной предприимчивости и инициативы. Чувство инициативности, по мнению Эриксона, имеет всеобщий характер. Само слово «инициативность», писал Эриксон, для многих имеет американский и предпринимательский оттенок. Тем не менее, инициативность является необходимым аспектом любого действия, и инициативность необходима людям во всем, чем они занимаются, чему учатся, начиная от собирания плодов и кончаясь системой свободного предпринимательства. Агрессивное поведение ребенка неизбежно влечет за собой ограничение инициативы и появление чувства вины и тревожности. Так, по Эриксону закладываются новые внутренние инстанции поведения – совесть и моральная ответственность за свои мысли и действия. Именно на этой стадии развития, как никакой другой, ребенок готов быстро и жадно учиться. Он может и хочет совместно действовать, объединяться с другими людьми для целей конструирования и планирования. И он же стремится извлекать пользу от общения со своим учителем и готов превзойти любой идеальный прототип, говорит Эриксон. Четвертую стадию развития личности, которую психоанализ называет латентным периодом Эриксона временем психосексуального моратория, характеризует определенная дремотность инфантильной сексуальности, осрочка генитальной зрелости, необходимая для того, чтобы будущий взрослый человек научился техническим и социальным основам трудовой деятельности. Школа в систематическом виде приобрещает ребенка к знаниям о будущей трудовой деятельности, передает в специально организованной форме технологические эдоскультуры, формирует трудолюбие. На этой стадии ребенок учится любить учиться и учится наиболее самоотверженно тем типам техники, которые соответствуют данному обществу. Опасность, подстерегающая ребенка на этой стадии, состоит в чувствах неадекватности и неполноценности. По мнению Эриксона, ребенок в этом случае переживает отчаяние, отсвоение милости в мире авуди и видит себя обреченным на посредственность или неадекватность. Если в благоприятных случаях фигуры отца и матери, их значимость для ребенка отходит на второй план, то при появлении чувства своего несоответствия требованием школы, семья вновь становится убежищем для ребенка. Эриксон подчеркивает, что развивающийся ребенок на каждой стадии должен приходить к жизненному, важному для него чувству собственной самостоятельности, состоятельности. Его не должна удовлетворять безответственная похвала или снисходительное одобрение. Его эгоидентичность достигает реальной силы тогда, когда он понимает, что его достижения проявляются в тех сферах жизни, которые значимы для данной культуры. По словам Эриксона, на этой стадии развития ребенка подстерегает ряд опасностей. Среди них неспособность и невозможность учиться. На протяжении долгих лет хождения в школу ребенок не испытывает гордости за то, что хотя бы что-то он сделал своими руками и достаточно хорошо. Воспитание хороших маленьких исполнителей, не стремящихся к достижению чего-то большего. У таких детей появляется гипертрофированное чувство ответственности. Необходимо сделать то, что тебе сказали. Такой ребенок становится зависимым от предписанных обязанностей. По мнению Эриксона, в будущем он может никогда не разучиться этому самоограничению, доставшемуся дорогой ценой, но не являющимся необходимым. Из-за этого такой человек сможет сделать свою жизнь и жизнь других людей несчастной и у своих детей сломает их естественное стремление учиться и работать. Говорил Эриксон. Далее узнавать что-то, играя, когда делают дети только то, что хотят, только то, что им нравится. Большинство учителей начальных классов – женщины, что часто являются причиной конфликта в становлении идентификации личности у мальчиков. Создается впечатление, писал Эриксон, что знание – это что-то чисто женственное, женское, действия сугубо мужественные. К этому периоду в человеческой жизни относится еще одно ценное наблюдение Эриксона. О нем он пишет так. Вновь и вновь в беседах с особо одаренными и одухотворенными людьми сталкиваешься с тем, с какой теплотой они отзываются о каком-то одном своем учителе, сумевшем раскрыть их талант. К сожалению, говорит он, далеко не всем удается встретить такого человека. Пятую стадию в развитии личности юность характеризует самый глубокий жизненный кризис. Детство подходит к концу. Завершение этого большого этапа жизненного пути характеризуется формированием первой цельной формы эгоидентичности. К этому кризису проводят три линии развития – бурный физический рост и половое созревание, то есть физиологическая революция. Озабоченность тем, как я выгляжу в глазах других, что я собой представляю. Необходимо найти свое профессиональное призвание, отвечающее приобретенным умениям, индивидуальным способностям и требованиям общества. В подростковом кризисе идентичности заново встают все пройденные критические моменты развития. Подросток теперь должен решить все старые задачи сознательно и с внутренней убежденностью, что именно такой выбор значим для него и для общества. Тогда социальное доверие к миру, самостоятельность, инициативность, освоенные умения создадут новую целостность личности. Юношеский возраст – это наиболее важный период развития, на который приходится основной кризис идентичности. За ним следует либо обретение взрослой идентичности, либо задержка в развитии, то есть диффузия личности. Интервал между юностью и взрослым состоянием, когда молодой человек стремится путем проб и ошибок найти свое место в обществе, Эриксон назвал психосоциальным мораторием. Острота кризиса идентичности зависит как от степени решения более ранних кризисов, так и от духовной атмосферы общества. Для обретения идентичности общество предоставляет человеку дополнительное время. В современном обществе это студенческий возраст. Неопределенный кризис ведет к состоянию острой диффузии идентичности, составляет основу социальной патологии юношеского возраста. Синдром социальной патологии идентичности по Эриксону это регрессия к инфантильному уровню и желание как можно дольше отсрочить обретение взрослого статуса. Это смутное, но устойчивое состояние тревоги, это чувство изоляции и опустошенности, это постоянное пребывание в состоянии чего-то такого, что сможет изменить жизнь, это страх перед личным общением, неспособность эмоционально воздействовать на лица другого пола, это враждебность и презрение ко всем признанным общественным ролям, вплоть до мужских и женских. Эриксон различает единождень рожденных молодых людей, то есть буйных, беззаботных, самоуверенных, легко приспосабливающихся к идеологии своей эпохи и людей, стремящихся к второму рождению, глубоко переживающих кризис роста. Именно о них Эриксон писал, что эти люди оказываются способными нести оригинальный вклад в рождающийся стиль жизни. Сама ощущаемая ими опасность заставляет их мобилизовать свои способности, видеть и говорить, мечтать и рассчитывать, проектировать и созидать по-новому. И именно таким человеком был сам Эрик Эриксон. Еще несколько важных высказываний Эриксона, относящихся к периоду юности. Влюбленность, возникающая в этом возрасте, по мнению Эриксона, первоначально не носит сексуального характера. В значительной степени юношеская влюбленность есть попытка прийти к определению собственной идентичности путем проекции собственного первоначально неотчетливого образа на кого-то другого и лицезрения в уже в отраженном и проясненном виде. Говорит Эриксон. Вот почему проявление юношеской влюбленности во многом сводится к разговорам, говорит он. За переживанием чувства влюбленности скрыты еще более глубокие личностные новообразования, которые можно описать словами Эриксона только в том случае, если идентичность подтверждается другими, она реальна и для самого индивида, или мы узнаем себя по отражению в зеркале, каковыми являются другие люди. По логике развития личности молодым людям присуща избирательность в общении и жестокость по отношению к чужакам, которые отличаются социальным происхождением, вкусами или способностями. Часто специальные детали костюма или особые жесты временно избираются в качестве знаков, помогающих отличать своего от чужака. Такая нетерпимость является защитой для чувства собственной идентичности от обезличивания и смешения, говорит Эриксон. Становление эгоэгентичности позволяет молодому человеку перейти на шестую стадию развития, содержание которой поиск спутника жизни, желание тесного сотрудничества с тем, стремление к близким, дружеским связям с членами своей социальной группы. Молодой человек не боится утратить свое «я» и обезличивание. Достижение предыдущей стадии позволяет ему, как писал Эриксон, с готовностью и желанием смешивать свою идентичность с другими. Основой стремления к сближению с окружающими служит полное обладение главными модальностями поведения. Уже не модус какого-то органа диктует содержание развития, а все рассмотренные эмоции подчинены новому целостному образованию эгоидентичности, появившемуся на предшествующей стаде. Молодой человек готов к близости, он способен отдать себе сотрудничество с другими в конкретных социальных группах и обладает достаточной этической силой, чтобы твердо придерживать такую групповую преднадлежность, даже если это требует значительных жертв и компромиссов. Опасность на этой стадии представляет одиночество, избегание контактов, требующих полной близости. Такое нарушение, по мнению Эриксона, может ввести к острым проблемам характера психопатологии. Если психические моратории продолжаются и на этой стадии, то вместо чувства близости возникает стремление сохранить дистанцию, не пускать на свою территорию, свой внутренний мир. Существует опасность, что эти стремления могут превратиться в личностные качества. Это чувство изоляции и одиночества. Преодолеть эти негативные стороны идентичности помогает любовь. Эриксон считал, что именно по отношению к молодому человеку, а не к юноше и тем более к подростку можно говорить об истинной генитальности. Эриксон напоминает, что любовь не должна пониматься только как сексуальное влечение, ссылаясь на фрейдовское развлечение генитального любых и генитальной любви. Он указывал, что появление зрелого чувства любви и установление творческой атмосферы сотрудничества в трудовой деятельности подготавливает переход на следующую стадию развития. Седьмая стадия рассматривается как центральная на взрослом этапе жизненного пути человека. По Эриксону развитие личности продолжается в течение всей его жизни. Зрелый человек, писал Эриксон, нуждается в том, чтобы быть нужной. Зрелость нуждается в руководстве и поощрении со стороны своих отпрысков, которых необходимо заботиться. При этом речь не обязательно идет только о собственных детях. Напротив, в том случае, если складывается неблагоприятная ситуация развития, появляется чрезмерная сосредоточенность на себе, которая приводит к косности и застою личностному опустошению. Такие люди часто рассматривают себя как свое собственное единственное дитя. Если условия благоприятствуют такой тенденции, то наступает физическая и психологическая инвалидизация личности. Она подготовлена всеми предшествующими стадиями, если соотношение сил в их течении складывалось в пользу неуспешного выбора. Стремление к заботе о другом, творческий потенциал, желание творить, вещи, в которых вложена частица неповторимой индивидуальности, помогает преодолеть возможное формирование самопоглощенности и личностное оскудивание. Восьмая стадия жизненного пути характеризуется достижением новой, завершенной формы эгоидентичности. Только в человеке, который каким-то образом проявил заботу в отношении людей и вещей и приспособился к успехам, к разочарованиям, неотъемлемым от жизни, в родителей детей, создателей вещей и детей, только в нем постепенно созревает плод всех семи стадий – целостность личности. Эрик Эриксон отмечает несколько составляющих такого состояния души. Это всевозрастающая личностная уверенность в своей привереженности к порядку, осмысленности. Это постноартистическая любовь к человеческой личности как переживание мирового порядка, духовного смысла прошлой жизни, независимо от того, какой ценой они достигаются. Это принятие своего жизненного пути как единственного должного и ненуждающегося о замене. Новое отличное от прежней любовь к своим родителям. Приязненное отношение к принципам прошлых времен и различные деятельности в том виде, как они проявлялись в человеческой культуре. Обладатель такой личности понимает, что жизнь отдельного человека есть лишь случайное совпадение единственного жизненного цикла с единственным отрезком истории. И перед лицом этого факта смерть теряет свою силу. Мудрый индейец, истинный джентльмен и добросовестный крестьянин в полной мере разделяют это итоговое состояние личностной целостности и узнают его друг у друга, подчеркивал Эриксон. На этой стадии развития возникает мудрость, которую Эриксон определяет как отстраненный интерес к жизни, как таковой перед лицом смерти. Напротив, отсутствие этой личностной интеграции ведет к страху смерти. Возникает отчаяние, ибо слишком мало осталось времени, чтобы начать жизнь сначала и по-новому. Попытается достичь личностной целостности иным путем. В результате борьбы положительных и отрицательных тенденций в решении основных задач на притяжении эпигенеза формируются основные добродетели личности. Но поскольку позитивные чувства всегда существуют и противостоят негативным, то и добродетели имеют два полюса. Так, это базовая вера против базового недоверия рождает надежду или удаление. Автономность против стыда и сомнения, воля или импульсивность. Инициативность против вины, целеустремленность или апатия. Трудолюбие против чувства собственной неполноценности, компетентность, инерция. Идентичность против диффузии идентичности, верность и отречение. Близость против одиночества, любовь или замкнутость. Пророждение против самопоглощенности, забота или отвержение. Эго-интеграция против потери интереса к жизни, мудрость или презрение. Эрик Сан, последователь Сигмунда Фрейда. В словаре о знаменитых американцах, вышедшем в 200-летие США, он был назван наиболее ярким в творческом отношении всех, кто работал в психоаналитической традиции после Сигмунда Фрейда. Как подчеркивал Яликов, первый обозреватель учения Эриксона в нашей стране, наиболее ценно у Эриксона главное ядро его учения, разработка понятий личной и групповой идентичности, психического моратория, учения о юношеском кризисе идентичности. Сам Эриксон считал, что он расшил фрейдистскую концепцию, вышел за ее рамки. Во-первых, он перенес ударение с «оно» на «я». По словам Эриксона, его книга «Детство и общество» — это психоаналитическая работа об отношении «я» к обществу. Он принимал идею неосознанной мотивации, но посвятил свои исследования главным образом процессом социализации. Во-вторых, Эриксон ввел новую систему, в которой развивается ребенок. Для Фрейда это треугольник «ребенок-мать-отец». Эриксон рассматривает развитие более широкой системы социальных отношений «ребенок-общество» и подчеркивает историческую реальность, в которой «я» развивается. Он касался динамика отношений между членами семьи и социокультурной реальностью. И, в-третьих, теория Эриксона отвечает требованиям времени и того общества, к которому он сам принадлежал. Таким образом, цель Эриксона — выявить генические возможности для преодоления психологических жизненных кризисов. Если Фрейд посвятил свои работы идеологии патологического развития, то Эриксон сосредоточил свое внимание на изучении условий успешного разрешения психологических кризисов, дав новое направление психоаналитической теории. Концепция Эриксона называется эпигенетической концепцией жизненного пути личности. Как известно, эпигенетический принцип используется при изучении эмбрионального развития. Согласно этому принципу, все, что растет, имеет общий план. Исходя из этого общего плана, развиваются отдельные части, причем каждая из них имеет наиболее благоприятный период для преимущественного развития. Так происходит до тех пор, пока все части, развившиеся, не сформируют функциональные целые. Эпигенетическая концепция в биологии подчеркивает роль в внешних факторах возникновения новых форм и структур, тем самым они противостоят преформистским учениям. С точки зрения Эриксона, последовательность стадии – это результат биологического созревания, но содержание развития определяется тем, что ожидает от человека общество, которому он принадлежит. По Эриксону любой человек может пройти все эти стадии, какой бы культуре он ни принадлежал. Все зависит от того, какова продолжительность его жизни. Центральное положение теории Эриксона состоит в том, что каждый человек на протяжении жизни проходит восемь стадий, на каждой из которых ему выдвигаются социальные требования. Проблема, встающая перед индивидом в его социальном развитии, создает кризисную ситуацию. Кризис – это поворотный момент развития, из которого человек может выйти как более адаптированным, сильным, так и ослабленным, не справившимся с решением конфликта. Успешное разрешение кризиса связано с установлением определенного компромисса между крайностями, между противоположными состояниями сознания, баланса в пользу позитивного компонента. Благоприятный результат – это включение в эго нового позитивного качества, например, инициативности или трудолюбиве. Но исход конфликта может оказаться и неудачным, и тогда в структуру эго встраивается негативный компонент. Это может быть базовое недоверие или чувство вины. Неразрушенная задача переносится на следующую стадию, где справиться с ней тоже возможно, но это гораздо труднее и требует большего напряжения сил. Таким образом, люди преодолевают характерные противоречия стадии с разным успехом и с разной скоростью. В этом состоит эпигенетический принцип концепции Эриксон. Общество одобрительно относится к расширению возможностей человека, пытается поддержать его в этой тенденции роста. Эриксон считает, что в каждой культуре присутствует решающая координация между развитием индивидуума и его социальным окружением. В соответствии с законом согласованного развития, общество оказывает помощь развивающейся личности и поддерживает ее именно тогда, когда он особенно в этом нуждается. Например, когда ребенок испытывает потребность в опеке, родители стремятся опекать и заботиться. Таким образом, с точки зрения Эриксона, потребности и возможности поколений симметричны. Они взаимозависимы. По Эриксону необходимо изучать условия успешного разрешения каждого кризиса, ибо только в результате интеграции достижений формируется здоровая адаптированная личность. Психологическая идентичность развивается из постепенной интеграции всех идентификаций. Взаимодействие между биологическими потребностями индивида, требованием общества задает направление и содержание развития. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...